ДОМА ЛУЧШЕ Фотограф, жительница нашего Абакана, Елена Гридина. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Лена, мне кажется, профессия фотографа уникальна чем? Что ты можешь запечатлеть время, то есть другими словами его остановить. Вы вообще как пришли в эту профессию? Кто вас научил останавливать время? Да, принято называть и говорить о том, что фотография останавливает мгновение, да, дарит нам вот эту память. Я бы сказала, добавила бы, наверное, что может быть остановить возраст, поймать настроение, как вариант, да, потому что на съемку приходят в разных настроениях, и мы не всегда бываем такие, какие мы есть в жизни. Вот. Ну, на самом деле, да, наверное, все-таки остановить мгновение, время, чтобы через энное количество лет посмотреть и сказать, как молоды мы были, как это было прекрасно и замечательно. В профессию, хотелось бы сказать, что случайно пришла, но, наверное, ничего не бывает случайно, да. Училась изначально на юридическом факультете и хотелось быть юристом гражданского права, но как-то вот пришла на подработку, семейный бизнес у нас был и задержалась надолго. Получается, что больше 20 лет я уже в этой профессии. Научила, конечно, мама, научил отчим, которые занимались этим делом серьезно, отдавали всю свою жизнь, очень много времени, и просто находясь рядом, и вроде как не имея желания на это, да, первоначально, оно как-то постепенно вот вливалось, вливалось и привело к сегодняшнему дню. То есть вам нравилось стоять за кадром, получается? Да, я постоянно стояла за кадром, мне было интересно, ну, сначала просто в качестве помощника, да, где-то что-то подать, принести, включить, выключить, и вот затянуло надолго. А помните вот эти яркие впечатления с первой съемки или с других последующих, которые у нас всегда в памяти? Вот как таковые первые съемки не помню, ну, мне было страшно, это я точно знаю, потому что... Боюсь подвести родителей? Боюсь подвести, вообще казалось, что это какое-то такое таинство, да, что вот эти все фотоаппараты, эти кнопочки, затем появился вот импульсный свет, там нужно было что-то двигать, что-то включать. То есть действительно мне было страшно первые съемки, опять же, люди, люди разные приходили, и люди серьезные приходили, а мне тогда, молодой девушке, казалось, что я никогда не смогу работать вот так с людьми, мне было страшно, да. Наверное, действительно, как вы сказали, люди разные, статусные и просто обычные, и каждый, наверное, вкладывал в свой поход фотосалон что-то свое, да, то есть для кого-то это был настоящий праздник, да? Да, однозначно. Мне кажется, вот сейчас в наше время люди, имея уже огромное количество фотоаппаратов, телефоны, да, то есть это обыденность на настоящий момент. А в те дни, когда мы начинали фотосалон, их было-то раз-два и обчелся. И действительно приходили абсолютно разные контингенты, и все шли как на праздник. Да, такое было. Листали старые альбомы своей семьи? Что можете сказать про настроение старых фотографий? Чурнобелых, таких, с желтым налетом? Ну, скажу точно, что раньше вообще все фотографии, они были более качественные, потому что там сам процесс изготовления фотографий, он был другой, да? Особенно если взять еще более старинные моменты, которые мы не застали, у нас уже машинная печать была, немножко ручной печати застали, и затем уже машины появились. То качество, конечно, намного четче, да, детали там все вот эти вот видны, усики, волосики, там рисуночки какие-то на чашечках и так далее. А мне всегда поражало, как люди замирали просто на мгновение, именно в определенной позе, и вот... Да, потому что, ну, там была определенная вот эта технология, ее нужно было соблюсти, там действительно нужно было соблюсти. Живых фотографий мало, согласитесь? Да, да, а сейчас с нашей вот современной техникой мы можем запечатлеть момент в полете, так скажем, да, когда человек живой, играющий, и тоже есть определенная прелесть в этом. Лена, так вы студенткой пришли, вот этот семейный бизнес, или все-таки уже когда еще в школе учились? Нет, студенчество, то есть начинали мы студентами, и я, и сестра моя старшая, потому что мы все вливались в этот бизнес, и младшая успела тут у нас поработать в этом плане. А потом уже пришла конкретно после окончания университета. Казалось ли вам в то время профессия фотографа статусной? Ну, вы точно не такая, как все, и ваше окружение тоже, и в ваших руках, вот он, фотоаппарат. Мне кажется, нет. У меня в этом плане вообще какое-то интересное такое восприятие мира. Я считаю профессию фотографа обычной, не знаю почему. Ну, вот как-то так, мне кажется. Мы вот сейчас с вами сидим в окружении фотографий разных, и животные, и пейзажи, и так далее. А вы как на них смотрите? Вам все нравятся, или вы пытаетесь, может быть, найти изъяны, или нет такого у вас? Конечно, мне не все нравится. Я всегда оценила не только фотографию вообще. Характер у меня такой, что мне нужно. Вот это хорошо, это не очень. Может быть, так неправильно, но у меня так происходит. И мне хочется, чтобы было все идеально. Пропорции, настроение, сюжет, цветопередача, светопередача. Хочется идеала. Вот, например, в профессии повара говорят, что мужчины лучшие повора, чем женщины. А в профессии фотографа? Интересный вопрос. Вы знаете, на каждого мастера, профессионала, там не профессионала, есть свой клиент, ну, грубо так скажем. Поэтому я знаю очень многих людей, которые идут принципиально только к мужчине-фотографу, а кто-то принципиально к женщине. То есть это, наверное, все-таки от психопортрета зависит. Профессионалы, здесь нет женщины-мужчины. Профессионалы – это вот нечто такое, что включает в себя и мужское, и женское. Это от человека зависит. Вы в этой профессии научились быть немного психологом? Однозначно. Я вообще пришла к выводу, что одно из главных богатств моей жизни, ну, помимо там каких-то ключевых моментов, это общение с людьми. То есть люди – это настолько мощный ресурс вдохновения, что я полюбилась в свою профессию. То есть в какой-то момент я поняла, что мне реально сложно без фотографии, да, потому что я заряжаюсь. То есть было время, когда вы были без фотографии? Было время, когда я принимала эту профессию, ну, просто потому что нужно, да, нужно помогать. И как бы я вот рядом со своими родными. А потом я поняла, что это мое. То есть это настолько зашло в душу и в сердце, что сейчас я точно могу сказать, что, наверное, это есть призвание, может быть. А для вас было важно, чтобы вас хвалили ваши близкие, у которых больше опыта в этом? Конечно, да. Что помните? Это же все равно нужна оценка, да, туда ли ты двигаешься, правильно ли ты делаешься. Более, когда ты не профессионал еще, а кто-то рядом с тобой, оценка очень важна. Какие-то поправки, какие-то моменты. Это все было, у меня не было специального образования, то, что касается фотографий, да. Поэтому это все училось по ходу. Вспомните свой фотоаппарат, который вы держали в руках. Он есть, кстати, на стенде? Нет, к сожалению, здесь его нет. Мы всегда были, знаете, есть такие приколы у фотографов, но кто-то там не канист, кто-то канонист, да, от марки фотоаппарата зависит. Мы всегда... А, канонист, это кэнон, все понятно. Кэнон, да, у нас были кэноны, вот как-то и мой первый фотоаппарат тоже был кэнон. А вот эти советские фотоаппараты, они ведь тоже, наверное, были в вашей семье? Они были, но я их не застала. Вот то, что у меня мои родители, да, они разную технику попробовали. И было очень интересно, кстати, отчим у меня, мы жили в городе Демногорск, и он работал непосредственно фотографом свадеб. И вот там были совершенно другие еще советские фотоаппараты, вот эти все темные лаборатории. Это тоже такое волшебство и таинство было. Ну, сейчас это возрождается или нет? Или сейчас... Ведь я, например, вот читаю в интернете, что для многих фотографов, ну, я имею в виду таких, наверное, заряженных, да, своей профессией, им прямо хочется сфотографировать на старый пленочный фотоаппарат, потом эту пеленку проявить, чтобы вот прикоснуться к этому волшебству. Да, я знаю, что... Ну, я не знаю, как Абакан, но вряд ли. В больших городах остались профессионалы, которые фотографируют только на пленку. То есть они приверженцы качества, вот это какой-то старой школы. И молодежь, в принципе, у нас тоже... Ну, для молодежи, мне кажется, это больше такой, как пунктик, пунктик такой, фэшн-момент, я не знаю, как это назвать. Очень сложно достать пленку в продаже, она действительно сейчас очень дорогая, это не дешево. Вы имеете в виду пленка, которую мы раньше в школе покупали, 36-12 кадров, она сейчас дорогая? Она сейчас очень дорогая, у нас даже нет ее в продаже, вот на массовой продаже их уже нет. А помните, ведь ее было очень много. Но тогда было что-то другое, мы дорожили действительно каждым кадром, потому что мы понимали, что вот эти, если на 36 кадров, вау, можно сколько фотографировать, а если всего на 12. Да, поэтому было очень обидно, когда мы фотографировали, и затем вдруг у всех там закрытые глаза или что-то резкости какой-то нет. А сейчас мы просто избалованы уже, да, всеми этими гаджетами, когда мы можем по тысяче снимков сделать и выбрать любой. А раньше так мы как-то бережнее относились к фотографиям. То есть получается, что сейчас этот современный мир немножко обесценил те моменты? Я думаю, что да. А профессион фотограф? Может быть, даже не обесценил, нужно быть оптимистами все-таки, упростил, скажем так. То есть сейчас проще быть каждому фотографом. И я думаю, что это тоже замечательно, потому что творческих людей очень много. Мне кажется, может, у каждого свой взгляд на мир глубже у кого-то, у кого-то поверхностно. Философия кадра, да, это тоже немаловажно. Либо ты просто фотографируешь вот что-то там прямо, да, стоящее, сидящее, либо ты вкладываешь какую-то мысль. Это особый талант. Елена, вы сказали, что ваша мама привела вас в эту профессию, профессию фотографа. Ну, Ларису Исаковну Малыгаеву здесь, в Бакане очень многие знают, и в Хакасии. Какой вы ее вспоминаете? Вот какая она? Ну, во-первых, она была человек характер, человек харизма, это однозначно. То есть она настолько могла вот нести себя, да, преподнести, как правильно, не знаю сказать. И настолько была ярко, и ей просто было общаться с людьми, и она очень быстро могла расположить. Была очень тонкий психолог, я не знаю, откуда у нее, может быть, вот врожденные какие-то качества. То есть она человека чувствовала от и до, и поэтому в разговоре ей было просто с людьми. Она могла на улице общаться. Я всегда поражалась вот этой ее способности, открытости. Она могла говорить комплименты просто незнакомым людям. И я всегда этому поражалась и училась. И в какой-то момент у меня тоже стало это получаться. А у нее это было очень просто. Строго ее вспоминаю, потому что всегда была дисциплина у нас в семье, да. Очень мудрая женщина. Со временем у нее было настолько много опыта жизненного, рабочего опыта. То есть она в очень многих сферах трудилась, никогда не боялась труда. И, соответственно, вот этот огромный багаж знаний у нее накопился. То есть фотограф, это не единственная была ее профессия? Конечно, нет. У нее изначальная профессия была строительная. То есть она и на стройках, и салихард у нее был, и Казахстан, и Узбекистан. Мы все вот на строя девочек, мы все родились в разных республиках. То есть она успела побывать везде. Вот я в Узбекистане, старшая сестра моя в Казахстане, а Софья уже в Хакасии. Поэтому у нее очень большой географический диапазон ее работы. А фотография, это вот она уже в сознательном возрасте туда пришла. Наверное, когда была на этих строительных объектах, она тоже фотографировала. Ничего не находили в археях? Не находили. Она просто была эстетом по жизни. То есть с самого детства она видела красивое во всех мелочах. То есть она могла идти по дороге и восхищаться просто там листиками, деревьями, людьми, я не знаю. И всегда нам с восхищением все говорили, вот, посмотрите, посмотрите. То есть ей это было дано с самого рождения, видимо. И еще такая статная, высокая, красивая. К ней записывались на фотосъемку? Хотели именно только к ней? Ну, потому что она, знаете, помимо вот художественного, художественной фотографии, она несла нечто большее. То есть она на каждой съемке каждому человеку дарила часть своей души. И она искренне восхищалась людьми. То есть это не было наигранное. У нее была способность найти в человеке вот что-то хорошее, вытащить это, грубо говоря, и показать на фотографии. И поэтому люди уходили от нее как вот реально с психологического сеанса какого-то. Потому что иногда это заканчивалось не просто фотографией. Потом мама дружила с этими людьми очень многие годы, да. Люди открывали ей душу, шли за советом. То есть вот как-то так. А сама она была открытая, о себе рассказывала? Нет, она не была очень открытой. То есть не так много друзей по жизни было, ну, насколько я вот знаю, которым она могла открыться, к сожалению, наверное. Но она еще и в жизни города принимала большое участие, да? Да. Абакан она любила, привила любовь к Абакану всем нам. Потому что город действительно очень солнечный, зеленый. И она всегда фотографировала. То есть Хакасия, это была ее любовь, природа, пейзажи. Очень ей все это нравилось. Как бы и людей, портретную съемку она любила. Но Хакасию с ее красотами она всегда превозносила. Сколько выставок мы проводили. Сколько мы участвовали в персональных выставках, да. И она проводила выставки других фотографов. То есть очень многие имена появились благодаря ей. Потому что у нас одно время был выставочный зал в цокольном этаже. И мы выставляли работы очень многих сейчас уже профессионалов, да. То есть открыли им дорогу, да? Да, да. Вот у нас последний, кто сейчас на ум не приходит, Алексей наш Топоев, который рисует в очень интересной графике, да. Вот его первая выставка прошла у нас. И как бы с ее легкой руки он пошел дальше в свет. Это, я считаю, очень талантливый молодой человек. Ну, много талантов прошло через наш фотоцентр. Это радует. Потому что чем больше красоты, тем люди добрее, я думаю. А мама дома какой была? Очень активной. То есть там, наверное, у нее какой-то генератор внутри стоял. Потому что мы все уставали уже, а у нее еще оставалась энергия. И учитывая ее любовь к смене места жительства, мы постоянно меняли какие-то квартиры. Мы делали ремонты, мы могли обои клеить до часу ночи. То есть вот настолько человек был кипуч, и ей все хотелось преобразовывать, чтобы это все было красиво, эстетично, радостно. Как-то так. Были ли у нее такие особенные, любимые места именно в Абакане, которые потом остались на фото? Ну, в принципе, сказать, что прям вот что-то выделяла, наверное, нет. Ну, реки, наверное, наши. Вот Абакан, протоки. Там она любила фотографировать, чтобы была вода, листья. Зона отдыха, наверное. Какой-то такой вот у нас уголочек. Любая природа, я думаю, что ее все вдохновляло. Как вы думаете, откуда вот у нее в жизни появилась любовь к фотографии? Что знаете о своем дедушке, бабушке? Нет, вот у нас фотографов в роду не было точно это однозначно. Я думаю, что просто так совпало, что ее видение красивого, а тут вот такой инструмент в виде фотографии, о чем мы с вами говорили, даже запечатлеть момент. То есть она поняла, что с помощью фотографии она может вот это красивое запечатлеть и подарить людям. То есть ей всегда хотелось делиться, что не только она увидела, а кто-то еще, чтобы это увидел. И вот пазл сошелся, и она влюбилась в фотографии. Дома лучше. Вы любите Абакан? Очень. Я даже не представляю, что я живу в другом городе, хотя, конечно, есть возможность. То есть и уехать, и поменять, и в юности более крупные города я могла выбрать, когда обучалась, да? Ну, как-то нет. Не знаю, почему. Мне кажется, Абакан вот настолько светлый город, что уезжаешь даже в тот же Красноярск, и я не могу там дышать, потому что настолько этот мегаполис давит, а возвращаясь в Абакан, понимаешь, что ты дома. Есть такие чувства. Ну, и юность в Абакане тоже очень известна. Я имею в виду, как и фотоцентр. И вот этот знаменитый фотограф. Вы сказали, что это реальный человек, да? Что знаете про эту историю? Да, история фотографа в памятник или, как я не знаю, малоархитектурной формы, наверное, правильно будет сказать. Реальный там мой отчим учился в Кемерово. И у них была компания друзей, фотографы все очень бурные, у них там учеба такая радостная была. И когда возникла мысль создать вот этого фотографа, они просто взяли фотографию своего друга и сделали с него, как скажем, слепок портрет. Так что вот этот человек реально есть в истории. И теперь с этим человеком многие фотографируются, когда приезжают. Да, на самом деле действительно очень удивительная история была этим летом, когда мы приняли решение перенести фотографа с улицы Ленина сюда к нам. Мы посчитали, что уместней будет, когда это будет стоять возле фотоцентра. Это было столько отзывов. То есть подходили там люди, пока мы демонтировали фотографа и говорили, куда вы его понесли, что это такое значит. Мы знаем собственников, мы сейчас им все расскажем. То есть, может быть, думали, что мы его там крадем или воруем. Потом, когда уже принесли сюда на монтаж, здесь люди подходили и очень было приятно. Говорили о том, что вот здесь ему место. То есть сейчас он вписался, и здорово, что перенесли. Вот в этой студии работала ваша мама? Да, да, работала. Вот самому главному чему она вас научила? Наверное, все-таки вот в работе с людьми. Человечности, принятию. То есть видеть в людях что-то хорошее, изюминку какую-то. Потому что все мы, у нас есть темные стороны, есть светлые стороны. А фотографии, конкретно студийная фотосъемка, это нужно настолько принимать людей, любить людей и видеть людей. Потому что буквально за пять минут ты должен понять, кто перед тобой. Иначе фотографии вот этого портрета какого-то глубинного, несущего характер и суть не получится. Бывают вредные люди? Бывают. И как тогда? Работаем со всеми. Знаете, я это расцениваю как личный рост. То есть я концентрируюсь, собираюсь, нахожу подход к людям. К любому человеку можно найти подход, было бы желание. И тогда к концу съемки они становятся совсем не вредными. Ваша дочь не хочет пойти по вашим стопам? Ой, вы знаете, я на эту тему очень много думала. И мама, кстати, тоже всегда переживала. Ну, нужно же, чтобы вы были в этом деле, да? Чтобы мы вам передаем. Мы столько души в это вкладываем. И, может быть, поэтому еще я осталась в этой профессии. И не жалею, что осталась. Вот. И когда-то мне дочь со слезами на глазах сказала, мама, неужели я тоже буду фотографом? И когда я вот эту реакцию ее увидела, у меня не хватило сил сказать, да, ты будешь фотографом. Я ей сказала, дочь, ты можешь выбрать любое направление, если ты решишь остаться, я буду только рада. Но нет, я ее не насилую, так скажем. Чем она занимается? Ой, она у меня, ей 17 лет уже. Не простой возраст, да? Семь лет отходила в школу скалолазания. То есть ни в какую не захотела. Ни танцы, ни художку, ни пение. Мы все пробовали. Но в результате вот у нас скалолазание, любовь. Творческая, очень умная девочка. Очень серьезная девочка. Огромный мой помощник по жизни. Я просто удивляюсь и благодарна судьбе, что мне послали такого мудрого ребенка реально. Вы с ней сфотографируетесь? Или знаете, как сапожник без сапог? Сапожник без сапог, это точно. Не так много фотографий, вот конкретно студийных. Но иногда выбираемся, делаем. Буквально вот в том году посетила фотографа, другую фотостудию. Конечно, тяжело, как сказать. Есть определенные психологические преграды, когда ты идешь к другому мастеру, ты смотришь это как бы совсем по-другому, все оцениваешь. Но опыт мне очень понравился. И я думаю, что надо повторять и ходить к другим фотографам. Я знаю, что конкурс лица Абакана, который в прошлом году, можно так сказать, успешно стартовал в нашем городе, вы тоже от счастья посвятили маме, да? Да, нам хотелось оставить какую-то светлую память о ней, потому что для города она действительно очень много сделала, очень много проектов осуществила. И хотелось что-то такое необычное и связанное с профессией, которой она посвятила столько лет. И вот пришла мысль сделать фотоконкурс. Я благодарна администрации города Абакана. Они нас поддержали от и до. Очень много нам помогли в этом плане. И, ну, может быть, немножко был первый блинком. Нам хотелось побольше участников. Я думаю, что второй конкурс, мы хотим сделать его ежегодным, будет более, как сказать, масштабным. И мы увидим много замечательных работ, портретов жителей нашего города. Кстати, а у мамы было много портретов? Да, было много портретов, потому что вот их тандем с супругом Сергеем Михайловичем, он был настолько волшебным, она была для него музой, и поэтому фотографий было очень много. Сейчас только начинается год. Вы чувствуете, каким он будет для вас? Строите какие-то планы? Я думаю, что он будет не менее интересным, чем предыдущий, потому что ощущение, что с каждым годом жизнь ускоряется. Очень много событий происходит в нашем городе в том числе. То есть город растет, очень много творческих, интересных людей, очень много творческих проектов. И поэтому в силу наших возможностей мы и сами устраиваем проекты, и стараемся участвовать в других, в жизни города Абакана. Поэтому я думаю, он будет активным, надеюсь, успешным. Главное, чтобы было здоровье, было настроение, какой-то творческий вот этот потенциал, чтобы присутствовал. А вам для вдохновения что нужно? Для вдохновения здоровье, прежде всего. Затем поддержка близких, она очень важна, чтобы ты был крепкий. Команда, это однозначно в наше время люди это все, я считаю. Когда команда сформирована правильно, когда все в одном направлении смотрят и разделяют твои интересы, то работать и трудиться проще. Ну и плюс вдохновение, а его можно черпать где угодно. Но для меня вдохновение это наш город, прежде всего, да, с его красотами. Причем он красив и зимой, и летом, и весной, да. Очень много природных каких-то объектов, куда мы постоянно и просто выезжаем, и в походы ходим. Не знаю, там, и купаемся, и загораем. Вот, ну и спорт, конечно. То есть вы спортом занимаетесь? Я занимаюсь спортом, я для себя открыла последний год айкидо. Ух ты! То есть для меня это было, я даже не представляла, что я вообще таким могу увлечься, да, когда-нибудь. Ну вот как-то ходится, вдохновляется, и там у нас замечательный просто учитель, который нам не просто приемы показывает, а у него целая философия жизни, которую он делится, а мы с удовольствием впитываем это все. То есть получается, человеку учиться никогда не поздно? Никогда. И мало того, что если люди перестают учиться, они начинают деградировать в этом, я убеждена 100%. Елена, расскажите, пожалуйста, что для вас означают слова «дома лучше»? «Дома лучше»? Ну, это что-то, знаете, какое-то теплое состояние внутри, в груди, в сердце, в душе, да, то есть это то место, где ты расслаблен, где ты точно знаешь, что тебя примут любого, какой ты есть, и там, где тебя ждут, поэтично так скажем, да, ну вот это что-то теплое, что греет, вдохновляет, наполняет. И это место есть в вашей жизни? Да, это Абакан, это юность однозначно, это мой второй дом, это просто мой дом, ну вот эти места, да, наполняют, вдохновляют, и дают стимул жить, трудиться и идти дальше, потому что времена всякие есть, да, пандемию нашу, мы только вспомним, да, и раньше сколько было периодов тяжелых. И если такого места не иметь, то очень сложно, поэтому в качестве пожелания хотелось бы, чтобы у всех людей было такое место. А мне еще хочется сказать, что еще очень важны те люди, которые попадаются на пути. Однозначно, да. Мы те, кто нас окружает. Есть выражение, мы то, что мы едим, и добавлю, что мы те, кто нас окружает. То есть, а свое окружение мы формируем сами. Мы выбираем с теми, с кем дружить, и нужно дружить всегда с более сильными, с более талантливыми, чтобы не быть в компании, где ты вышел других, а быть в компании там, где ты чему-то можешь научиться и стать лучше. Лена, я благодарю вас за этот откровенный разговор. Я благодарю вас. Друзья, это был проект «Дома лучше». Всегда возвращайтесь домой.